В какой-то момент человек начинает читать намаз, начинает читать Кур'ан и не чувствует той сладости, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алиссалям, говорил Ибн Мас'уду, рада Аллаху, анху, икра. Фа каля, аккара, алейка, 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 анзель, калю, ухибба нас тами амин гайри. Посланник Аллаха говорил Ибн Мас'уду, читай. Тогда он сказал ему, я буду тебе читать, посланник Аллаха, ведь тебе Аллах не спослал Кур'ан. На что он ответил, я люблю слушать от кого-то помимо меня. И когда он ему зачитал, заплакал посланник Аллаха, саллаллаху алиссалям. Умра ибн Хаттаб, несколько дней сидел дома и не выходил из дома. И когда приходили навещать его, думали, что он болен, но он не был болен, он не заболел болезнью. Это аят, который он прочитал, зашло ему в сердце, глубоко в сердце и скинуло его в постель. Какой же этот аят, где Всевышний Аллах говорит? Поистине наказание Аллаха, наказание Господа Твоего наступит, ничто не сможет отразить его. Этот аят зашел в сердце Умра ибн Хаттабу. Умра ибн Абдул-Азиз на Мимбаре, когда был, проводил хутбу, проповедь, и прочитал суру Кувират. И когда дошел до аятов, начал эти два аята повторять, повторять и начал плакать. Эти аяты, где Всевышний Аллах говорит, когда будет рожжен ад, когда приблизится рай. И повторял эти аяты. Так ахлюл-иман, обладатель веры, сердца их живые, не мертвые. Утман ибн Абфан очень много плакал. Ходил на могилы, сидел и плакал. Тогда сказали сахабы. Мы тебе, когда напоминаем о джаннате, о джаханнаме Абаде, ты не плачешь, а плачешь у могилы. Он сказал, поистине могилы, это первая ступень Ахираты. Если будет все хорошо в могиле, дальше еще лучше будет. Если будет тяжело, тогда только еще больше наказания будет.